Если мы с вами сознательно развиваем смирение, сознательно, вы преодолеете любые кризисы, любые трудности. Чем больше ложное эго, тем больше нужно разъяснений, наставлений, больше усилий, чтобы хоть что-то объяснить человеку. И даже это не помогает. Нужен еще опыт какой-то, страдания, неудач, чтобы человек почувствовал себя, что он тоже не всесильный, не главное лицо. Он расстался со своим самомнением каким-то. Это жизнь еще ломает такие вещи. Но если мы сознательно с вами будем развивать смирение, этого не будет нужно. Кризис веры – это кризис ложного эго. Моя аханкара задета. И теперь я должен сознательно развивать смирение. Это выход. Лучший выход. Самоосознание. То есть я сам должен работать над этим. Это называется преданный. Это его образ жизни. Это его образ мыслей. Это его стиль. Моя аханкара будет оставить свое положение. Они будут сражаться. Если неудача – это реванш. Или я отомщу. Я это не забуду. Это весь мир такой. Зачем нам это нужно? Этот мир катится в ад таким образом. Мы должны понимать, сознавать Кришну и развивать смирение. И все, и все кризисы. Вы станете сильнее в кризисах. Пройдя через кризисы, значит, вы станете сильнее. Потом еще сильнее, еще сильнее. Потом вы привыкнете к кризисам. Скажете, вот опять кризис. Ну, нормально. Иду к Кришне. Больше предаваться Кришне. Махараджи Падикши так и сказал, когда его проклял сын Брамана. Нормально. Возвращаюсь к Богу. Какой кризис? Для него это не было проблемой. Видите? Мы тоже учимся быть сильными людьми. Не так, что малейшая вещь какая-то. Неудача или критика в моей адресе. Я на колене перед Майей становлюсь и уже обижен. Все. Ничего не хочу делать. Моя вера слабеет. Я. Меня обидели. Понимаете? Давайте вспомним, сколько мы принесли проблем другим людям. Каждый. Мы даже не знаем об этом. Подождите, со временем, по мере самоосознания, каждый из нас вспомнит. Нам будет стыдно вспоминать все свои прошлые годы вообще. Да, да. Мы еще многого не знаем про себя. А уже на других обижаемся.